МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети с особенностями психофизического развития, учащиеся санаторных школ-интернатов, дальше учащиеся из семей, которые в соответствии с законодательством получают государственное пособие на детей старше трех лет, у которых один из родителей является инвалидом первой или второй группы, и также отдельные категории граждан, которые перечислены в статье 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании. Юбилейную дату отзначили у Гомельским областным клиничным шпиталей инвалидов Великой Айчинной войны. За 75 годов своего иснования, эта установа заслужила статус одной из левших на территории Беларуси. На врачистом мероприемстве у шпиталей побывал наш корреспондент Дмитрий Котау. Ветераны и удельники Великой Айчинной войны, вязни фашистских концлагеров, воины и интернационалисты. Это далеко не полный спис усих, кто калисто поправлял у шпиталей свое здоровье. История этой установы берет свой адлик с 1941 года, калисюды приводили пораненых бойцов с фронту. С того часу было шмат перебудов и реконструкций. Зараз тут выкористовываются сушасные методики диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Усё гэта зарабила областный шпиталь шмат профильной медицинской установой, якая сёння по праву лечится одной из лепших на территории Беларуси. Приобретаем новое оборудование, везде аппаратное, эндоскопическое оборудование. Мы делаем такие достойные ремонты, которые позволяют пациентам приезжать лечиться не только в Беларуси, но и за границей. Дарыш и география пациентов за мяжей достаточно широкая. Сюда неодноразово приезжали грамадяне России, Украины, Казахстана, Польши, Италии, Китая, Инды, Пакистана. Увогу ли за год тут проходит лечение около 12 тысяч человек. Зараз у шпиталей наличивается 10 отделений. Одно из их, сосудистой хирургии перед инсультных станов, было открыто недавно. Его заявление посприяло тому, что упершению у одной медицинской установи стали оказывать отразу три вида допомоги – хирургия, терапия и реабилитация. Мы стали принимать под скорой помощью пациентов по экстренной неврологии уже 4 дня в неделю. То есть это всё говорит о том, что мы не стоим на месте, мы развиваемся, и перспектива развития у нас довольно хорошая. Клопот об хорых людях, доброзащливость в отношениях и высокий профессионализм медицинских кадров давно стали визитной карткой шпиталю. На урожистом мероприемстве с нагодой 75-ти года, керавництва в области и города, выказывая подяку людям, которые каждый день даруют нам самое каштовное в жизни здоровье, демонстрируют клопот и доброзащливость в отношениях до кожного хворога. Я не понаслышке знаю от простых людей, которым пришлось в своей жизни находиться в этом лечебном учреждении. Результаты, именно результаты реабилитации, особенно после инсультов. Хочу прежде всего от имени Гомельского городского исполнительного комитета и городского совета депутатов горячо-сердечно поздравить всех работников и ветеранов госпиталя Отечественной войны. Ну, что хочу пожелать, конечно, всем – это крепкого здоровья, благополучия, добра, успеха во всех начинаниях. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель». Гомельские автоинспекторы протягивают укоронять техничные новинки. Областная ДАИ первая в Украине набыла тренажер контр-аварийного кирования. Что это такое и как это работает, доведался Евген Поболовец. У коллег из инших областей столицы такого обсталевания нема. Это не цацкая тренажер, что дозволяет как новичкам, так и водителям со стажем выпрацывать реакцию на несподеванную ситуацию на дороге. Органы кирования и кресла регулируются, как у саправданного автомобиля. Автомобильный симулятор дозволяет працовывать водительские навыки у любых умовах на дворе, а так само усветлить и темный час суток. За каждое порушение правила налишиваются штрафные баллы. По выниках экзамену система дает отказ, пройденный из-под тени. Не снял с ручника штраф, не уключил поворот, так само за увага. Пакуль новинку усталевали в областном управлении ДАИ, где ее тестируют сами супрацовники. Симулятор полностью передает дорожную обстановку, дорожные условия, моделирует все ситуации, которые могут происходить на проезжей части, на дороге. Полностью передает то ощущение, когда человек находится за рулем настоящего автомобиля. Автосимулятор будет выкористовываться для нарушения особого состава. Программа имеет несколько ступеней тяжкости при складанных климатичных умовах, при контраварийном кировании, в сопровождении колонн автобусов с детьми. Есть особая программа для нарушения правилам дорожного руха неполногодовых на велосипедах. Мы хотим данный автосимулятор здесь у себя на управлении ГАИ проэкспериментировать. Это пилотный проект, который, если даст эффективность на 100%, то, конечно, дальше же пойдем приобретать и использовать на территории не только Гомельской области, но и будем с нашими коллегами делиться по всей Республике Беларусь. Кресла с рулем и органикирование зарабили у России, программное забеспечение поставили из Евросоюза. Когда выньки тестирования задоволят автоинспекторов, симуляторы будут рекомендовать так само и для установки у автошколах региона. Евген Поболовец, Дмитрий Радзянко, телерадокомпания Гомель. Это и другие новости вы можете найти на нашем сайте интернете по адресу www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам удалого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин